Соответственно, это Adobe Illustrator, программа. Я работаю на операционной системе Windows. Adobe Illustrator это стационарная программа, которая ставится на компьютер. И это векторный графический редактор. Его аналогом является CorelDRAW, но сейчас CorelDRAW немножечко сдает позиции, стало употребляться немного меньше. Рисуем мы вот такое красивое платье у мотормана, у меня уже в документе открыт. И рисовать я буду методом на шаблоне. То есть у меня есть шаблон фигуры. И на этом шаблоне фигуры я буду рисовать платье. Ну, соответственно, давайте приступим. Не будем обращать внимание на не самое приятное звуковое сопровождение сегодня. Нам это не помеха. Главное, что у нас есть задача, и мы будем ее выполнять. Итак, рисовать в векторе самое логичное это инструментом пером. Вектор отличается от растра тем, что здесь все объекты задаются математическими формулами. И, соответственно, формируются вот эти вот объекты. Что я буду делать? Я сейчас буду делать таким образом, чтобы рисовать замкнутые объекты. Кто был у меня на курсе, знает, что это такое, зачем это нужно. Здесь есть дополнительные направляющие, которые мне помогут. И рисовать я буду немножечко по-другому. Мне нужны именно объекты. Не так, как я размечала там вот точки по центру груди, точки вот осевые. Здесь я их уже вижу, они у меня есть. Мне нужны объекты. Поэтому сейчас параллельненько я размечу, где у меня начало будет платье. То есть, смотрите, я сейчас проведу две линии. Они у меня не совсем запараллеливаются относительно того, что есть. То есть, это линия, от которой будет начинаться вот это вот плечо наше с вами. Эта линия, это вот эта точка. И вот эта точка, вот она у меня есть. Уже мне ее даже рисовать не надо. Соответственно, сейчас мы ее прорисуем. Плюс Adobe Illustrator. Можно приблизить настолько, насколько нужно, максимально крупно. И это очень удобно. То есть, вы будете в параллели видеть, например, одно и второе. И я теперь буду прорабатывать. То есть, если у вас там глазки бастуют, то иллюстратор вам в этом поможет. Начинаю сразу с замкнутых объектов. Здесь это векторные штуки. Такие вот. И буду рисовать. В иллюстраторе рисовать линиями не имеет смысла, потому что потом, после того, как вы нарисуете, вы не сможете прокрасить данный контур. А это будет совсем не замечательно. Соответственно, здесь есть направляющие. Есть опорные точки, которые можно корректировать. По моему опыту, многие люди, которые не могут рисовать от руки, в векторе себя чувствуют, как рыба в воде. То есть, это вот такое спасение для многих. И здесь есть еще одна приятная штучка. Мы сможем с вами раззеркалить. То есть, мы сейчас нарисуем половинку, а потом эту половинку раззеркалим. Что тоже очень удобно. Видите, я начала сразу с этих линий, потому что они играют у нас очень важную роль в данном платье. И здесь еще одна хитрость. Я не обязательно должна вырисовывать эту линию. Я сейчас получу этот объект другим способом. Методом вычитания одного из другого. Я получила прекрасный замкнутый контур. Теперь еще одна такая же деталь. Как видите, тоже есть основа. Соответственно, я на этой основе рисую, что не может не радовать, потому что сразу получается правильно по фигуре. Здесь можно не бояться ошибаться. Вектор терпит то количество изменений, которое вы хотите ему добавить. Поэтому делайте, делайте и делайте. Никогда не боитесь, что что-то не получилось в первой попытке. Можно изменить, можно удалить. Это то же самое, что сравнивать написание письма от руки и написание письма в электронном. То есть, так вы пишете, и вам что-то надо исправить, там, штрихом или еще что-то. И это всегда видно. В векторе вообще не будет заметно, что вы где-то правили или что-то исправляли. Это вот тоже большой-большой плюс. Можно приблизить, можно проработать с отдельным узлом эскиза. То есть, вот как вам удобно. Сейчас мы еще поправим уголки, чтобы они были более мягкие. Вот у меня получилась половинка. Вот оно платье. Сейчас я покажу, чтобы вам было видно. И я половинку его отрисовала. Сверяю, правильные линии, правильно ли они сходятся. И сейчас сразу мы ее зеркально отразим на вторую часть, чтобы я ее не прорисовывала второй раз. Она у меня была абсолютно симметричная. В векторе это все делается очень просто. Вот таким образом. И мы сейчас ее отрежем. Получим прекрасный замкнутый контур правильного типа. И ставим на место. Вот у меня сразу получилось синхронное платье. Двух сторон. Что мы будем делать дальше? Дальше мы будем рисовать основу и на ней делать рельефы. Соответственно, основу я пока низ не буду точно прорисовывать. Да, я не показываю, на какие кнопки, но вы поймите, пожалуйста, одну простую вещь. Я вам могу задавать сочетание клавиш, которые я делаю, но за буквально 30-40 минут невозможно это освоить. Нужно приходить и прям... То есть я нажимаю там Ctrl-Z, Ctrl-D, Ctrl-Shift-Z. В зависимости от того, что я делаю. Вам не видно инструменты, которые я использую. Будет запись YouTube. Вот они сбоку. Я их выбираю и их использую. Здесь именно вот, чтобы вы принцип посмотрели. Потом можете подключить YouTube, посмотреть. И вот все, как я делаю, как вот сейчас я показываю, это я разбираю на курсе. Курс длится 2 месяца. Это 58 уроков. И там все это подробно разбирается. После этого, вот я уверена, я могу сейчас абсолютно любому своему студенту, закончившему курс, выдать этот эскиз. И он его нарисует по приблизительно похожей схеме, как его рисую сейчас я. Этому надо подучиться. То есть программа, она все-таки достаточно сложная. На курсе это очень подробно. На YouTube у меня есть марафон по созданию женской базы. Там базовые модели, как рисовать футболку, как рисовать свитшот. И там, кстати, в описании полностью даны все кнопки. Я вам сейчас по окончанию данного видео покажу, что там происходит. Можете это посмотреть. Это бесплатный доступ к информации. И можете ей воспользоваться. А я именно по данному платью вам показываю. Так что посмотрим. Здесь, помните то, что я говорила вчера, платье прилегающего силуэта. Я сейчас не буду формировать ту линию, которая будет по низу. Просто вниз его уведу. А потом уже расширю, добавлю и доработаю. В зависимости от того, что требуется. Здесь у нас опять это будет половинка. И сюда мы переходим. Сделаю сейчас, чтобы линии тоже у меня были дружны. Это метод таким вот вырезанием. Немножко сложен он в освоении, но он дает самые четкие эскизы. Некоторые рисуют по-другому. Я не против, пожалуйста. Это не значит, что есть моя техника неправильная. Просто эта техника проверена годами. Я не даю курс для самостоятельного изучения. Вы можете купить мою книгу. Там очень много техник. Почему не даю курс для самостоятельного изучения? Я на курсе очень плотно работаю с каждым студентом. Я вас никогда не оставляю в одиночку. Проверяю все ваши задания, которые вы делаете. Даю на них обратную связь. Если вы это делаете в одиночку, что вы там сделали, как вы там сделали, правильно вы это сделаете. Ссылка на YouTube есть в шапке профиля. Вы, когда эфир закончите смотреть, зайдете на мой профиль, в шапочку зайдете, и там прям YouTube. И там все вам будет понятно. Но хотите, пожалуйста, мой YouTube, познакомьтесь с ним. Возьмите мою книжку. У меня написана книга Adobe Illustrator в дизайне одежды. Прям четко, ровно именно по этой теме. Сейчас нету под рукой вам ее показать. Но если интересно, я покажу. Она тоже есть у меня в магазине. Можете ее купить. Книга на русском языке. Там все поэтапно. Но с гарантией того, что вы будете выполнять все инструкции. У меня были случаи, когда девушки брали книгу, говорили, я изучу. После этого приходили на курсы и говорили, «Господи, спасибо, что у вас есть курс, и вы трясете, делаете, мучаете, заставляете все это делать. И столько заданий, столько практики. Я сам, конечно, с этим не справляюсь». Вот. Но я говорю, я никогда не настаиваю. Хотите, берете книгу. Хотите, берете курс. Курс – это гарантия результата. То есть я с вас там не слезаю, пока вы мне не показываете то, что я запланировала. Если вам это не нужно, берите книжку, она с вами навсегда, и курс с вами навсегда. Я не закрываю никакие курсы. Я вот этого не люблю. Вы купили курс, вам его потом закрыли. Нет, нет, нет. Ну, купили и пользуйтесь им до победного. Ну, если только там платформа, на которой мы работаем, она сойдет на нет. Тогда, конечно, у вас этого курса не будет. Но я не думаю, что это случится в ближайшие 2-3 года. Потом там и версия программы поменяется. Я сейчас делаю вычитание. Я рисую два объекта, вычитаю один из другого, вычитаю один из другого. Потом сейчас делаю зеркальное отражение. Она не совсем видна. Подстраиваю обратно. Очень много, да, работается с клавиш, как я думаю, что вы видите. И вот прям клавиши, клавиши, клавиши. А здесь вот будет только вот эта выточка видна. Остальной части не будет. Сейчас мы это тоже поправим. И посмотрите обязательно вот это же видео. Я его сделаю, выложу на YouTube. Вы будете видеть, какие клавиши, ну, не какие клавиши, а хотя бы какие инструменты я использую. Потому что так, конечно, вам не видно. Вы видите только, как формируется. Книжка продается, во-первых, у меня в онлайн-магазине. Ссылка в шапке профиля на нашем сайте, она есть. Можете зайти в Озон, если хотите ее купить. Можете купить ее, она и в Читай-городе, и в книжном магазине Москва. Но там у нас самая приятная цена. Поскольку мы первый источник, мы держим самую приятную цену. Если же хотите другой магазин, пожалуйста, ну, почему нет. Так, уже стало похоже. Теперь я перехожу к юбочке. И тут у меня сейчас самый такой волнительный момент. Поправим сейчас фотографию. Чтобы я видела все элементы. Как видите, рядом ставлю платье, потому что я рисую относительно фотографии, чтобы у меня все было видно. Так, вот платье я сейчас нарисовала основу симметричную, да, и отсюда не стала делать полный бачок, как здесь симметричный, потому что здесь его нету. Вот на этой части, вот это видно, здесь нету никакой линии кроя. Здесь потом начинается вот эта линия подреза, из которой там все, вся красота потом выходит. Адоп иллюстратор не прощает такого вольготного отношения. Это, по сути, такой чертежный инструмент. И здесь придется все очень четко вычерчивать. Если то, что я показывала вчера, там от руки, вы можете, да, там какие-то линии, например, ну вот то, что идет эскиз, да, вот эти линии здесь что-то напутать, запутать, куда-то там пошло, туда, не сюда. Вот в адоп иллюстраторе у вас такого не получится. Ну, точнее, сделать-то можно, но оно будет в корне неверно. Поэтому более четкая работа. Так, вот сюда она должна пройти. Если у кого-то есть вопросы, вы можете их писать. Я поглядываю на то, что вы пишете и буду на это отвечать. Пока просто рисуем. Процесс рисунка не быстрый, сразу говорю. То, что вот вы, наверняка, кто-то смотрит мои ролики, то, что я показываю, смотрите, как оно там здорово, быстро раз, два, три. А вот не раз, два, три, оно все. Это я ускоряю. На самом деле один эскиз, особенно более-менее сложный, он занимает, ну, около часа, как минимум. Есть сложные вообще эскизы, которые занимают там два, три, четыре часа. И именно поэтому эта работа, ну, стоит денег. То есть оно само как бы не получается, оно само не рисуется, и это не происходит. Так. Сейчас мы проверим, правильно ли это линия. И будем рисовать дальше. То есть вот я обрезала, и вот это ваша линия, линия разметки, которая будет на манекене, если вы будете это делать. Сейчас мы немножко тут проколдуем, чтобы у нас все правильно было. То есть видите, каждую линию вы можете ее приблизить, и там с ней внутри наколдовать всякого волшебства. Так, у нас здесь вот на платье, смотрите, вот сейчас вот эту часть рисую, здесь идет такая накладная деталь. Это не совсем юбка, она вот такая длинная. То есть мы сейчас вот эту линию нарисовали, и нам нужно вот эту верхнюю часть нарисовать. линию или пониже, пониже ее немножко опустить. Вот так. И сейчас мы нарисуем еще одно очленение. Если кто-то есть из моих нынешних студентов, они вот не дадут сорвать, так вот мы ее рисуем. Так она все и происходит. Это один из способов рисования. Единственность совершенно. Еще раз разбираем. Так, вот у нас получилась первая линия. Так, теперь у нас, смотрите, можно даже пронумеровать при желании вот то, что мы рисуем, вот эта юбка. И здесь вот раз кусочек мы нарисовали, потом вот он два длинный, три и четыре. Вот сейчас вот эти четыре кусочка мы и нарисуем. А то, что вы видите линию поперек, да, она действительно есть, она уберется, когда я скажу, что у меня цвет заливки белый. Я сейчас рисую абсолютно без заливки. Как только я скажу, что у меня цвет заливки белый, она уйдет. Я вам сейчас это покажу. Ну, с этим мы сейчас и разберемся. Так что не переживайте. И потом, ну, как бы, никогда не получается так, что я отрисовала эскиз, и вот он сразу прям какой-то идеальный. Нет, потом все равно с ним приходится дорабатывать. Там вот эта вот линия, вот эта поперечка. Сейчас вот беленьким мы ее зальем, и ее не будет. Не хочу пока делать заливку для того, чтобы не запутаться. Я понимаю, что для кого-то уже как-то там смотрится запутанным все, но на самом деле нет. Это очень четкие линии, очень четкие детали. Так, два. Теперь три. Сюда она должна прийти. Сейчас линию поправим. Так, и надо немножечко ее выгнуть. Не совсем она получилась корректная. Да, вот это место выгнусь. Вот. Хорошо. Так, и возможно, даже вот это чуть-чуть подвинуть. Да. И вот эту точку тоже сдвинуть. Это хорошо, что пока все понятно. Сейчас продолжаем рисовать. Ага, тут я ошиблась. Немножко сейчас поправим. Верхняя часть, она и так должна заканчиваться. Она должна вот здесь вот продолжать уходить туда. Нарастили кусочек. Верхняя часть, она и так, и так, и так, и так, и так, и так. Вот здесь какая-то остриночка сейчас. Видите, можно залезть в эскиз и прям вот каждую точку там отшлифовать до того состояния, до которого вам требуется. Что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится. Так, и у нас еще последний теперь слой. Да, вот это вот последняя загибулечка. Сейчас я вам покажу, что я ее наведу. Вот эта вот последняя часть, вот, которая на разрез идет. Сейчас мы ее тоже сюда изобразим. Вот она. Вот она. Вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, смотрим, сколько у нас здесь штучек должно быть. Раз, два, три, четыре. Вот их и будем рисовать. Первую видно. Сейчас поправим здесь какие-то наложения. Есть два типа рисунка эскизов векторе. Есть кто рисует линеарно, но они потом совершенно не готовы к тому, чтобы им придавать какой-то цвет, какую-то заливку. То есть это просто вот, по сути, аналог тому, что мы рисуем от руки. А есть вот такой способ, он более долгий, более нудный, менее, наверное, интересный с точки зрения создания, но более красочный по результату. Выбирать, какой метод использовать всегда за вами. Я сторонникам на этого метода, потому что он позволяет создавать действительно очень красивые эскизы. Вот сейчас мы его отрисуем, и я покажу, как потом очень легко можно будет и заливки создавать на его основе, да, и прокрашивать его цветами, смотреть, как он будет. Да, и черно-белый вариант. Мы сейчас просто зальем его белым цветом, можно даже будет еще теней добавить для такого прям красоты полной, гармонии. И тогда будет вообще очень вкусный эскиз. Так, это тут еще последняя штучка должна быть. Вот он у нас уже получилось. В принципе, то, что вы говорите, заливка, смотрите, черно-белый вариант. Сейчас мы просто возьмем эскиз, он сейчас нету цвета, ну, сделаем белым. Что вот здесь у нас пропали детальки, сейчас мы их восстановим. Вот, пожалуйста. Сразу ушли все линии, которые там раздражали, да, сразу вот оно все встало на свои места. Вот оно уже полочку мы, переднюю часть мы собрали. Теперь давайте со спинки поработаем. Здесь, конечно, так просто, как я люблю, не получится. Я часто просто отзеркаливаю туда изделие, но здесь сейчас придется много околдовать. Потому что вот это все лишнее будет. Ну, все равно можно не с нуля, а со спинки рисовать. Вот у меня тут спинка фотографии есть. Я на нее буду подглядывать и ориентироваться, как это все будет происходить. Ну, соответственно, уже, видите, есть плюс, то, что они абсолютно симметричны, эти штуки. Вот они наложились. Все из них там будем делать с красотой. Начнем опять же сверху. Здесь у нас уже почти готовый вариант. И буду прорисовывать я только одну сторону, а потом вторую просто сдублирую. Еще немного лишних точек. Мы их сейчас уберем. Тогда все останьте на свои места. Здесь тоже много точек. И сейчас тоже будем убирать. Просто почистить тут небужности таких. Это вот выдает мне программа, когда я промахиваюсь мимо точки. Она говорит, а там нет опорной точки, что ты там хочешь поменять? Нет, ничего страшного, просто промахнулись. И последний. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что у нас тут с платем? Она у нас тут жутко асимметричная. И те бочки, которые есть, нам совсем не подходят. Убираем и сейчас повернем линии туда, где они положены. По факту, я думаю, что платье действительно где-то здесь заканчивается. Немножечко почистим точки. Получилось. Так, у нас там с вами по платью был шов по спинке, в котором там была молния. Сейчас мы его обозначим. С молнией потом разберемся. Теперь переходим к тому, что у нас происходит здесь. Сейчас я низ радостно снесу. Вот такая штука. Так, отсюда, сюда. И вот эта линия пойдет в другое место. Так, что нам лучше будет сделать? Так, она пойдет вот сюда, вот сюда, вот сюда и в шриф. Вот таким образом. Соответственно, нам здесь нужно добавить точку. Вот, видите, наш шриф. Сейчас мы там поправим, сделаем правильные линии. Просто ориентировочно я сейчас их опущу, что они где-то тут будут располагаться. Потом уже сейчас будем им придавать правильное значение. Да, да, бачок сейчас сделаем, но мне нужно почистить место для того, чтобы он был. Так, рельеф, бачок. Видите, за счет того, что заливка, я не вижу шаблона, не вижу линий рельефа. Соответственно, мы сейчас уберем заливку. Вон они, мои линии рельефа высветились. И бачки. Сейчас мы тут поправим. Во-первых, немножечко сейчас видно. Подкорректируем. Так, бачки там на спинке тоже, они были не на классике, они были чуть-чуть смещены. И чуть-чуть ниже бедра. И где-то вот сюда они там приходят. Сейчас мы их сверим. Оформим. Так, и, и, и. Ну да, где-то так он и идет. Вот там по спинке то, что я вижу. Очень плохо по фотографии, конечно, это видно. Ну ничего, мы разглядим. И здесь у нас бачки будут симметричные по спинке, нам там ничего не мешает. Соответственно, сейчас мы сразу это раззеркалим. И разрежем по бачкам. Люблю, когда бачки действительно отрезные. Это позволяет, ну, потом, например, бачки покрасить другим цветом, если вам это не отвозило. Вот, сделали бачки. При этом, смотрите, они симметричные. Так, это не приложение. Я работаю в программе Adobe Illustrator. Это профессиональный графический редактор. Ветоный. Он устанавливается на компьютер. На телефоне есть аналоги Adobe IDS, но они немножечко по-другому выглядят того же разработчика. Поэтому не приложение. Программа. Так. Угу. Теперь смотрим. Вот она моя линия. И здесь она у меня куда пойдет. Вот сюда куда-то, да. Длину шлейфа я обозначила. Можно ее единую сделать, скажем, управляющей, чтобы я под нее все подравнивала. Так. Смотрим. Вот от этого. Сюда. Сюда. Соответственно. Вот от этого. И сюда. Ну, конечно, они очень похожи. Это оба векторные редакторы. Ну, то, что вот я сейчас рисую, например, перома в CorelDRAW называется линией Безье. Да. По сути, это два аналога. Так что ничего в этом нету. Почему я работаю на иллюстраторе, я уже много раз говорила. Мне импонирует данный разработчик, и мне нравится то, как они это все делают. Это раз. А во-вторых, если вы работаете с иностранными компаниями и хотите с ними как-то сотрудничать, выкладывать что-то на стоках, то Corel очень часто не принимается. Там нужно загонять либо в универсальный формат IPS, либо же тогда просто переводить в иллюстратор. При этом эти два разработчика очень интересно себя ведут в том плане, что CorelDRAW, он знает, что есть иллюстратор, и он читает его форматы. При этом иллюстратор делает вид, что CorelDRAW не существует, и файлы, записанные в формате CorelDRAW, вообще не воспринимают никаким методом. Ну, это борьба двух разработчиков. Ну, может быть, это моя любовь, может быть, там, не знаю. Но, на мой взгляд, Corel просел в последнее время. И если исторически смотреть, то Adobe Illustrator создавался под Macintosh. Наверное, это одна из причин того мифа, что нужно работать обязательно на Mac. По моей практике очень много людей работает и очень сильно плюется на Mac. Им очень это неудобно. Соответственно, CorelDRAW на два года позже, то есть если этот создавался в 87-м иллюстратор, то в 89-м выходит первая версия для Windows, и это был CorelDRAW. Вот такие вот у них истории. Мне аналогичные. В CorelDRAW, что многим больше нравится в CorelDRAW, у них есть встроенный растровый редактор. Я не могу сказать, что он там сильно мощный, но он неплохо отрабатывает, когда нужно там что-то небольшое поправить. Ну, как-то так. И вот интересно, что последние версии CorelDRAW Graphics Suite, они на Macintosh не ставятся. Я тоже очень изучала эту тему внимательно, пристрастно. Я работала в CorelDRAW три года. Ну, так сложилось, что компании, в которой я работала на тот момент, у них стояло программное обеспечение CorelDRAW. Потом перевели на иллюстратор, я вздохнула полной грудью. Я совершенно спокойно могу рисовать в CorelDRAW, хотя, наверное, сейчас, может быть, в более новых версиях ну, мне понадобится там одна-две недели для того, чтобы вспомнить, где какие клавиши находятся, да, потому что они слегка отличаются от иллюстратора. Но, как бы, похоже, можно перепрыгнуть с одной программы на другую. Так, раз-два-три, сейчас четыре и пять. Еще две штучки надо нарисовать. Вообще, конечно, платье интересное, она меня заинтриговала. Я даже опрос устраивала, как вы думаете, приклеено оно по плечам или нет. 50 на 50 разделились мнения, что нет, оно по плечам не приклеено, то есть на руках оно держится само собой. Не знаю. Мне все равно, в общем, кажется, что его подклеили. Возможно, это какие-то мои там представления. И есть полное ощущение, что внутри надета утяжка. Ну, для того, чтобы прям вот фигура была там без морщинки, без задоринки. Ни в коем случае, там, не говорю, что у Мутурман плохая фигура, но настолько вот шикарно сидящее платье, если там хоть какая-то мягкость в стиле есть, то он, скорее всего, вот, ну, не так хорошо вяжет. То есть либо там проклейка вот прям жуткая-жуткая, потому что смотрите, насколько гладко сидит платье. То есть здесь вот без сучка, без задоринки. Явно там либо такая корсетная какая-то основа, либо что-то они сотворили. Сомневаюсь я, что так будет сидеть на голом теле, даже модельном голом теле. Все-таки мы люди, и мы мягкие. Ощущение, что там какой-то каучуковый манекен. Так. И здесь нам нужна еще одна линия. И потом еще две. Вот так вот одна. И еще сейчас там две тоненькие нарисую. Всем привет, кто присоединился. Мы тут занимаемся отрисовкой того же платья, что и вчера. Только сегодня мы пошли технологическим путем и включили Adobe Illustrator. Может быть, может быть, может быть. Но вот поскольку у меня нет возможности подержать данное платье и посмотреть, как там сделано, я маюсь догадками, а как же оно так держится. Ну, в общем, очень хочется посмотреть, конечно, как оно сделано. Сделано красиво. Так. Может быть. Ну, вот что-то там есть. Так. А еще теперь у нас вот эту линию надо туда тоже как-то вывести. А вот здесь вот так будет проходить. Соответственно отсюда. И вот там будет красота идти. Да. Будем ее продолжать. Да. Я уверена, что там стоит. Но там еще у нее, видите, какой пуш хороший. Какой прям полный пуш-ап груди. То есть, вот если посмотреть на фотографии, посмотрите, там вообще ощущение, что корсетная основа, либо там какие-то подкладки, то есть грудь явно поднята и немножко прижата. Здесь смотрите, как плотно лежит. То есть, ну, какая-то там. Вот эти вот места я вот про них говорю. То есть, либо там что-то очень жесткое лежит, типа там даже какие-то улуса какого-то, может, положили. Или, может, все-таки они как-то подклеили. Но там явно внутри корсетка, потому что очень... Может быть, может быть. Но здесь вот явно, видите, вот она сформированная линия. Прям, ну, очень четкая. Обычное платье не даст такого. То есть, там надо это обязательно корсетить. Ну, я бы хотела, чтобы оно давало, но не даст ему такой эффект. К сожалению. Там секретов полно, и я думаю, что там очень много часов ручной работы, и корсет наверняка там сделан какой-то божественный. Потому что настолько ровненько там все. Вот так уже похоже на правду. Вот эти настоящие поправим. Мне кажется, все-таки есть небольшой перекос в одну сторону. Ну, ну, очень много вещей есть, которые... Ё-моё, ну, руками пощупать. Но, понимаете, по фотографии это, как бы, конечно, интересно все смотреть. Ну, пока ты ручками его не пощупаешь, как бы, кто узнает, как оно на самом деле сделано. То есть, я сейчас, ну, делаю то, что вижу, и там со своей какой-то интерпретацией. По факту, не знаю я, что они там сотворили. К сожалению, Versace со мной не посоветовались, когда они делали это платье. Может, и слава богу. Получилось очень красиво. Ну, мы сейчас нарисуем его плавно. Ну, я очень долго искала фотографию со спины. Она там стоит полубоком. Вообще непонятно, как он на нее там спускается. Сейчас мы даже немножко все подровняем, чтобы оно было так более... И сделаем плавно. Ну, вот, да, вот оно со спины. Вот здесь вот есть, как бы. Давайте мы сейчас... Вот как оно? Вот все-таки, по-моему, лесенка идет, потому что... Видите, смотрите, вот ее шлейф. Она стоит на лесенке, поэтому не совсем понятно, как он правильно сделан. Есть какие-то вот ступенечками, кусочками. Вот сейчас мы немножечко повторим эти кусочки. Будем считать, что так. Все остальные вопросы, Versace. Это уже линия шлейфа, которая из них спадает. Это уже не дополнение. А ну вот мы, смотрите, с вами рисуем в прямом эфире. Сколько у меня уходит? Мы уже в эфире где-то около часа, наверное. Сейчас уже даже скоро он прерываться начнет. Долго. Вот такие эскизы долго. Притом, ну, в чем, почему еще так долго? Я же с нуля рисую. Я же решила вам показать все с нуля. Очень часто такие, ну, разного рода изделия, они рисуются на какой-то уже основе. Ну, то есть каждый вот этот элемент юбки, который вы берете, он у вас должен быть разной длины. Правильно, что вы все на ткани раскладываете? Сейчас я с мамы тут доведу, что у мамы. Ну, давайте скажем откровенно, как бы, ну, конечно, хотелось бы прям вот работать, чтобы ничто тебя не отвлекало. Ну, в работе тоже не всегда бывает, что вот ты прям сидишь, и только вот ты такой весь в эскизе феерично там что-то копаешься. Тебе часто тоже то кто-то позвонит, то еще что-то случится, и да, и такое бывает в этой жизни, огорчение. Ну, что ж теперь совсем не работает? А, да-да, смотрите, я говорила. Вот, вы немножко поздно присоединились. Я, во-первых, сохраню эфир на IGTV, он будет доступен, вы сможете посмотреть это раз. А два, я вот то, что сейчас делаю, я записываю еще и на YouTube с компьютера, потому что, ну, с телефона вы видите кусок моего экрана, у меня же на самом деле там очень много всяких панелек, и, в общем, я тут фиелю с ними. Поэтому, да, да, все будет в записи, сможете посмотреть. Только раз, сколько нужно. Не всегда такие вещи в первые попытки заходят. Так, продолжаем. Я тут с линии низа не до конца договорилась, соответственно, мы сейчас ее договорим. Ну, если я говорю, если есть какие-то вопросы по ходу работы, я вот все разбираю это платье по кускам, вот второй день рисующему подряд, и второй день у меня по нему какие-то, ну, не до конца я вот прям могу сказать, что я вот сто процентов знаю, как оно сделано. Остаются какие-то загадки. Какое-то. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая штучка у нас с вами получилась. Собственно говоря, что теперь с ним можно сделать? Ну, во-первых, можно его покрасить в прекрасный розовый цвет, с которым оно было в оригинале. Давайте посмотрим. Сейчас мы ее отодвинем. У меня вот осталась боковая частичка. Она мне сейчас не нужна, я могу ее просто удалить. Да, да. Кто заново переприсоединился, привет. Меня выкинуло просто из эфира, и я заново вошла в эфир. Мы продолжаем. В общем-то, со шлейфом вот она разобралась. Так, давайте мы поместим по центру. Вот, и сейчас создам копию. И уже на копию будем ее раскрашивать красивым розовым цветом. Цвет заберу с картинки. Возвращаемся к нашему платью. Правильно нарисованные эскизы прокрашиваются очень быстро и просто. То есть, вам нужно только их правильно нарисовать, и после этого вы получаете сразу красивую картинку. Попала я с цветом. Ну, можно немножко цвет подрегулировать. Мне кажется, можно его сделать чуть более теплым оттенком. Сейчас мы его немножко поправим. Это плюс вектора. То есть, вы сразу... Здесь, конечно, можно усложнить, могу сказать, сразу. Мы можем прорисовать тени у всей вот этой вот красоты, и оно тогда будет смотреться еще более эффектно. Давайте покажу. Это уже пошли мы красотой заниматься. То есть, если до этого мы рисовали основу, сейчас пошли делать красоту. Рисую тени. Рисую тени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите как? Все тихонько... Вот я сейчас потом сяду, это все обработаю видео... Сделаю из него 45 секунд... И выложу его в инстаграм... И вы посмотрите, как это все быстро, легко и просто... А для тех, кто хочет реализма... Вот, пожалуйста, мы с вами второй час уже сидим, рисуем данное платье... То есть как бы вот так... И это, кстати, к вопросу, а почему за эскизы берут такие деньги? Ну вот представьте, вы что-то человеку заказали... Человек сидит часами, честно, часами... Вырисовывает эскиз... Вот за это он берет деньги, за то, что он умеет это делать в программе, за то, что он вам его продумывает... Можно, но там же есть опорная точка... Вы берете направляющие, ее корректируете, добавляете, убираете точки... Точно так же, как я делаю... Там только это будет не перо, а линия без Е... Все можно... Тут точно так же справится... А отсюда подcje... Наверное, Abdul ZZZ offices... Ну, смотрите, мы сделали лифт. Видите, как он заиграл. Давайте здесь тоже добавим шипу, блеску, красоты. Продолжение следует... Да, привет свежеприбывшим. У нас уже идет второй час творческого колдования с эскизом. И мы уже перешли к такой, к наведению лоской красоты. Делаем тени. Сам эскиз мы уже отрисовали. Сейчас уже вот занимаемся добивочкой такой. Видите, как тенежка сразу встала, и там все сразу так красиво, так объемно. Так. 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 Да, можно. Вы накладываете сверху объект и даете ему непрозрачность. По крайней мере, таким способом. Это я перфекционизмом занимаюсь, на самом деле. Просто не совсем так сходился на нет. Можно было оставить все как было, а оно уже было неплохо. Но вот у меня возник мой любимый перфекционизм, и я начала мурыжить дальше, как говорится. Так, еще одну тенюшечку. Опа. Ну, смотрите, прям играет красотой. Сюда еще тенюшечку сделаем. Ну, это вот уже возня на красоту. В принципе, можно было без нее оставить. Ну, каков эффект? Мне, знаете, чем-то напоминает, когда мастера, которые занимаются приклеиванием ресниц, вот они каждую ресничку приклеивают, вот-вот-вот, мы сейчас вот эти вот реснички все выклеиваем, чтобы оно было вот красивенько, чтобы складочки были, чтобы они с тенюшечками были. Вот чем-то таким мы занимаемся. То есть прям вот пусеньки-пусеньки. Маленькие-маленькие, хорошенькие-хорошенькие, тенюшечки-тенюшечки там, где должны быть. Ну, как бы от руки такое сделать достаточно проблематично. А программа позволяет добиться вот этой вот всей истории. О, вы знаете, терпение, это как бы, оно вырабатывается. То есть я сначала тоже, когда начинала рисовать, я скидывала. Да что ж такое-то, да что ж ты... Алло. Кать, ты когда к нам придешь, мишку маленького принеси. Хорошо. Все, подожди, ему скажешь. Мам! Да, зайчик, я принесу тебе мишку. Я сейчас за тобой приду домой и принесу тебе мишку. Хорошо? Да, ну видишь, все, выключили. Так, я, прошу прощения, у вас прервалось, тут позвонили. Да, это Нирвана. И я говорю, когда начинала, у меня было такое, да почему ж ты так долго рисуешься? Да что ж такое? А потом надо просто понять и расслабиться, что рисунок эскизов – это полноценная работа. Это не раз-два и мы сделали, и мы в домике. Нет, это долго. Это требует терпения, это требует внимания, это требует технологий. Здесь не особо видно, а если, например, это будет ДНИМ, то вы будете все швы прорисовывать. Поэтому да, да, терпеливо, долго. По этапчикам. Вот здесь тоже надо нам сейчас тени нарисовать. Давайте нарисуем. Ну уж, коль я начала, давайте я буду добивать. Пока мы с вами. Кто не попал, не успел, потом посмотрите в ускоренной записи. Я ее сделаю. Ну, тенюшки, конечно, это уже, знаете, такая эстетика. Я вам сказала, что это, ну, необязательное дополнение. Я просто хочу показать, что это дает на эскизе. Я не буду спинку делать с вашего разрешения, потому что это достаточно долго. И, ну, данный эскиз он потом не будет применяться. Евгения, вы приходите. В общем-то, я именно этому и учу. И, ну, я не очень добрый преподаватель, я заставляю рисовать, много рисовать. Прям вот после курса вы ходите уже готовым специалистом. Ну, как, я не знаю, кто-то считает добрым. Я вот сегодня встречалась со своей ученицей, и она говорит, блин, ты настолько просто объясняешь, такие какие-то вещи, так легко все это заходит, какой-то такой простой язык. Я не даром этот курс долго писала, он, наверное, долго рождался. И вот он получился такой, какой получился. Очень простой, очень легкий и легко в освоении. Поэтому, да. Ну, вот все рассказываю, все, что я делаю, я все рассказываю. Давайте я вам сейчас создам копию, и вы увидите, что такое с тенями, что такое без теней. Ну, вот уже видно, да, то, что полочка и спинка. Так, сейчас мы вот так подвинем. Чтобы они рядом у нее еще встали. А вы вот на майские праздники приходите. У нас сейчас поток на майские праздники стартует. Как раз для тех, кто ой-ой-ой не могу, вот все на майские праздники у меня идут. И вместо того, чтобы выречь, что нету времени, учатся рисовать. Так, а с этого сейчас я уберу теней. Сразу будет виден контраст. Вот смотрите, вот два эскиза. В одном я долго, упорно прорисовывала тени, и это видно. Вот они все объемы получаются. Смотрите, сразу разрез видно, да. А во втором я этого не делала. В принципе, оба эскиза рабочие. С обоими можно как бы вести переговоры. Но они, конечно же, отличаются. Давайте я вам сейчас еще одну фишку покажу. Помимо того, что можно заниматься ценями. Меня же только посади за компьютером. Мы же с вами вообще отсюда не уйдем никогда. Так, сейчас я оставлю только полочку. И размножим ее несколько раз. Ну просто если со спинкой буду делать, это будет опять очень-очень долго. Я хочу вам показать именно задумку свою. Во-первых, зачем мы так долго, мудно, упорно все это рисовали. Теперь я могу каждый элемент покрасить своим цветом. Ну, например, вот эти вот детали. Сделать на них градацию цвета. Смотрите. То есть вы как бы делаете, и вот у вас получается несколько оттенков. Здесь тоже давайте от темного начнем сначала. Темный. Это как уже пример. Это вы можете заливать теми цветами, какими вам нравятся. Вот смотрите, как все смотрится. То есть я тонально сейчас завела, и уже получилось. Платье оно смотрится совсем по-другому, чем то, что было. Сейчас вот здесь еще тоже мы добавим цвета, так сказать. Сюда. Тоже, скажем, здесь один темный. Можно же у нас быть 2-3 оттенка одной ткани, правильно? Вот, пожалуйста. Уже платье по-другому заиграло. То есть я не меняла конструкцию, я не меняла то, что отрисовано. Ну, а что можно еще сделать? Сейчас покажу. Это уже все будет делаться быстро, потому что у нас уже с вами создана вот эта основа, которую мы долго мурыжили, но она получилась правильная, и за счет этого теперь с ней можно кумекать так, как нам нравится. А давайте мы поменяем цвет. Ну, вот совсем поменяем на другой. Скажем, на зеленый. Да? Вот оно будет у меня такое мятное. Как вам такое умиряло? Сколько я на это потратила времени? Правильно, совсем чуть-чуть. Все время я потратила на рисунок. Давайте покажу еще одну красоту. Сейчас вам понравится. В Adobe Illustrator можно создавать заливки. Ну, здесь в основе мало заливок, у меня сейчас нету сохраненных. Ну, мы каким-нибудь зальем сейчас цветиком. Подберем что-то более-менее на... О, ну вот сиреневая. Если у вас есть фотография вашей ткани, ну, скажем, у меня сейчас нету готовых фотографий ткани, но если она есть, то вы можете платье залить этой фотографией и сразу посмотреть, как оно будет смотреться в том или ином узоре. Мне кажется, вот эта вот опция вообще прям незаменима для клиентов. А как это будет смотреться? Как это будет смотреться? Вот так это будет смотреться. Если вы еще отрисовали сразу на фигуре клиента, вот так. Сейчас я залила просто стандартной заливочкой, да, а это может быть реальный узор той ткани, которую вы будете делать. Эти заливки, они создаются. И вот у нас получилось данное платье уже в узоре. То есть вот смотрите. Одно и то же платье. Я его не перерисовывала. То, как оно есть, мы добавили к нему тени. Как оно есть, мы добавили к нему разные оттенки. Мы его перекрасили в другой цвет. Да, без вопросов. Смотрите. Сейчас я еще одну кодку создам, чтобы было видно, да? Его можно вот мало того, что уменьшить, увеличить, его можно еще и поменять направление. То есть если у вас кровь там, грубо говоря, под 45, вы можете это сделать. Давайте покажу. Сейчас я сдублирую платье, чтобы нам было хорошо видно. Вот это платье. Сейчас мы встанем. Вот оно, наше платьишко. И нам нужно поменять масштабчик, да? Крупнее, мельче делаем. Масштаб принта. Давайте помельче сделаю для начала. Если потом скажете покрупнее, сделаю покрупнее. Так. Так. Ну, скажем. Так. Или еще мельче. О, вот так. Ну, к примеру. Я сейчас просто показываю возможности. Если у кого-то есть большое желание, вы можете мне прислать фотографию модели, фотографию ткани, и мы ее туда внедрим. То есть вот одна и та же ткань, да? Вот она крупная, вот она мелкая. Сразу по-другому смотрится. И мы можем это визуализировать. Так, кстати, подбирают размер принта, потом распечатывают. То есть вот, 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 вот. Прям вот ничего не делая практически. Да, да, да. Мы с вами сразу создали много моделей. Это вот, мне кажется, самая наглядная демонстрация, за что я люблю вверх. То есть вчера... Конечно, конечно, конечно. Вчера мы с вами отрисовали только вот такую черно-белую штуку, ее подписали. Это хорошо для тех, кто шьет. Ну, для тех, у кого там... Как правильно сказать? Из интернет-магазина. Либо вы поехали, сфотографировали. Даже если у вас купон, вы можете прям посмотреть, как купон размещаете. Тут тоже есть такая опция. Кстати, показываю, как это делать в курсе по заливкам. Там вот я прям отдельно на это делаю акцент. То есть все подбирается. То есть вы прям туда это внедряете. Вот так будет смотреться моя ткань. Вот у меня там несколько вариантов шелка. Хочу посмотреть, с какого шелка, с каким принтом будет это платье лучше смотреть. Вот, выбирайте. Да? Да, давайте. Только не уверена, что именно этот принт будет хорошо видно. Я думаю, что мы сейчас попробуем какой-нибудь, знаете, более геометричный принт, чтобы, ну, был градус поворота виден. Хотя, может, и этот будет видно. Мы сейчас попробуем. Просто не у всех принтов хорошо виден вот этот градус. Давайте, вот смотрите цветы, чтобы там было хорошо видно. Крутить будем только на поротнике. Видите, вращаются. Ну, вот, если смотреть по стебелькам, они были вертикально, а стали горизонтально. Можно на каждом элементе, который мы сделали, вот так забить. Ну, хорошо показывать, когда полоска какая-то, клетка, это лучше видно поворот принта. Но так вот он повернулся. Вот. То есть, если нужно, вы прям... Притом, вы можете же, ну, там это уже все, я остатку понесло, здесь же отмасштабировать, например, принт, здесь сделать его такого размера, здесь сделать его такого размера. Вот, видите, он еще мельче стал. А могу взять его увеличить. Ну, это уже примеры, да? То есть, каждый конкретный отдельный элемент вы можете вот редактировать так, как вам будет нужно. Ну что, друзья, есть у вас еще вопросы, есть у вас еще пожелания? Да, да, да. Ну, при том, вы можете на основе данного эскиза сделать какие-то там минорные изменения, там убрать количество там элементов, еще что-то, там поменять форму рельефа, то есть, работать с ним так, как вам нравится. То есть, самое основное, самое долгое, самое трудное и нудное, это именно вот сама отрисовка, которую я показываю в первой части данного эфира. Если кто не успел, можете записи посмотреть. Ну, она такая, да, длительная, долгая, но результативная. Вот что у вас получается. Получается, на мой взгляд, очень даже красиво. И сразу можете там понять, что, например, такой принт не нужен, такой принт нужен, такой цвет подходит, так не подходит. Знаете, я взяла первый готовый принт, который был. Я не специально его не подбирала заранее, просто вот зашла, посмотрела, и вот оно, видите, встало. Можно покрасить другим принтом, оно там, ну, не встанет. Это просто вот вариация. Ну что, вот она, обратно я. Какие у вас есть еще вопросы? Я готова на них ответить, рассказать вам, что вам еще показать. Запись данного эфира будет на YouTube, будет в IGTV. Кто хотел посмотреть мой YouTube-канал, заходите ко мне в аккаунт, в шапку профиля, там есть прямая ссылка на мой YouTube-канал, чтобы я вам, ну, долго и нудно не объясняла, где это. Прямо нажимаете, и на него попадаете. Подписывайтесь, я буду вам очень рада. Видео там появляются, ну, не так регулярно, как могли бы, я буду над этим работать, но они там тоже будут появляться, и сегодняшнее видео туда тоже попадет, и вы сможете его посмотреть, посмотреть полностью экрана, что я еще делала, что осталось у вас за кадром. Вам большое спасибо за участие, за вопросы. Было очень приятно, то, что вы их задаете, вам это интересно. Если нужно будет еще разборы, конечно же, будем их делать, не вопрос. Я буду демонстрировать, показывать, объяснять. Сегодня у нас было очень красивое и сложное платье, и те, кто будет пытаться его отрисовать, сразу вас предупреждаю, если у вас не получится, не расстраивайтесь. Платье действительно сложное, и, ну, фотографии, они такие не очень четко дающие, то есть даже я вот сидела и там долго вдумывалась, а как же оно там нарисовано, ну, не потому что мне не хватает опыта элементарно. Было бы оно у меня в руках, я бы, ну, как бы точно его разобрала и нарисовала бы, как оно есть. А вот по фотографии, когда человек стоит как-то там, немножко скривился здесь, бедро наверх ушло, здесь туда-сюда. Ну, то есть нарисовали максимально приближенный вариант из того, что было возможно. Конечно, наверное, я там со шлейфом намудрила, а может, и не намудрила, может, и попала, не знаю. Относительно того, что сделала я, я бы сделала так. А у них может быть другая интерпретация. Друзья, рисуйте эскизы. Это очень полезное дело. Позволяет вам визуализировать. Еще один момент. Технические эскизы – это не рисунок как таковой, это больше черчений. Я сегодня тут указала. Можно это делать от руки, как мы делали это вчера. Можно это делать в программе, как я показала сегодня, и показала, почему программа лучше. Потому что, видите, после того, как вы долго потрудились и свое время туда вложили, вы начинаете просто ловить кайф. Да, плавных линий миллион – это правда, с ними надо уметь совладать. Для этого есть определенная техника. Если вы видели, я делаю это вырезанием для того, чтобы линии совпадали и не было там ненужных контуров. Это тоже определенный прием, который есть. Много приемов рассказано в моей книге. Если кому-то интересно, вы можете ее приобрести. А кто хочет так научиться, приходите на курс. Но сразу скажу, придется учиться. Я тот учитель, который заставляет делать. Объясняю просто, объясняю много, даю много заданий, но и требую их выполнять. Потому что, если вы просто что-то посмотрели, это то же самое, как прочитать книжку по вождению, либо прочитать учебник по плаванию. После этого вы не поедете и не поплывете. Здесь требуется практика. С нуля люди учат иллюстратора в неторопливом темпе за два месяца. В интенсивном темпе можно успеть за месяц, за полтора. То есть, если у вас действительно много времени, вы готовы этому посвятить большое количество времени. Также есть еще Photoshop. По Photoshop у меня есть курс, и скоро он будет в обновленном формате, как и иллюстратор. Тоже там в основном я делаю акцент на принты, но там можно и фэшн иллюстрацию рисовать, и художественные эскизы. Фактически эскизы в растре рисовать неудобно, с ними нет такой возможности вариативности работы. Поэтому это все-таки прерогатива вектора. Можете рисовать в CorelDrew, это ваше право. Я не говорю, что это плохая программа, просто у меня с ней не очень сложились отношения, и она не всегда требуется при приеме на работу. Чаще это все-таки будет иллюстратор. Ну и перепрыгнуть с одной программы на другую у вас займет на одну-две недели, чтобы просто понять, где какие линии, как они воспроизводятся. Например, там CorelBron не заливает незамкнутые контуры. При выделении, когда вы выделяете объект, вам нужно его целиком выделить, а в иллюстраторе достаточно только кусочек его захватить. Там есть просто нюансы, которые нужно освоить. Все остальное, в принципе, они базовые, одинаковые. И в зависимости от вашей платформы, если вы работаете на Mac, конечно, у вас будет только Adobe, потому что последняя версия Corel вам просто не поставится. Если вы работаете на Windows, то у вас возможность более широкая в плане программы, вы можете ставить их, какие вам нравятся. Все, на сегодня я завершаю. Эфиры сохраняю, вы можете их пересматривать. Всем спасибо за внимание и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok